Ирина Васильевна, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. Сразу хочу вас поздравить с Днём работника культуры. Пожелать вам неиссякаемой энергии, реализации всех, даже самых смелых творческих решений, идей, ну и, конечно же, здоровья и благополучия. Спасибо большое. Ирина Васильевна, ну, конечно, интересно узнать, вот к этому празднику, с какими достижениями подходит сфера культуры Гомельщины? Во-первых, я хочу напомнить, что 2016 год президентом Республики Беларусь был объявлен Годом культуры. Конечно, подходя к празднику в этом году, на Гомельщине было неимоверное количество мероприятий. Это было 30-летие Чернобыля. Это заканчивалось именно большим концертом, большим выступлением с участием президента. Замечательный фестиваль юмора «Автюки» в Калинковичах. Ничего подобного нет в Республике, и я хочу сказать, даже на постсоветском пространстве. Конечно, Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Бирогиня». Тоже около тысячи участников из различных стран присутствовало в этом году. В городе наш уникальный тоже хореографического искусства – фестиваль «Сожский Карагод», который уже раз собирает такое количество людей. 22 страны тоже присутствовало. То есть все фестивали, конкурсы, которые мы проводим на территории нашей области, они расширяют свою географию. Еще я хочу остановиться. 28-29 сентября проходили Дни Гомельской области в Москве, когда нашла презентация наших экономических, деловых отношений. И, естественно, без культуры там тоже не обошлось. Мы показали лучшие свои ремесленные работы, мы показали лучшие свои выставки, Творцово-парково-анссамбля, Витковского музея. И, конечно, свои творческие коллективы. Поэтому год очень насыщенный. Он еще не закончился, но он очень насыщенный во всех отношениях. И самое приятное, что высокую оценку получили мы за свои труды, за свои старания как от руководства области, республики, так и, прежде всего, от людей. Ирина Васильевна, хотелось бы узнать еще о культурных учреждениях. Насколько я понимаю, сегодня все они активно вступают в рыночные отношения, стремятся использовать какие-то новые методы работы, чтобы заинтересовать посетителя. И вот в этом плане какие шаги предпринимают культурные учреждения нашего региона? То, что на сегодняшний день у нас имеют сайты все учреждения культуры, вплоть до некоторых сельских клубов, это однозначно. Идет активный такой пиар, скажем, ход в соцсетях. У нас многие учреждения, в том числе и областная библиотека, дворцово-парковый ансамбль, драматический театр, имеют, скажем так, виртуальные экскурсии. В библиотеках у нас существуют электронные библиотеки. Это, опять же, возвращаясь к тому, что сегодня осваивается вот это виртуальное пространство. Хочу напомнить, что наш областной центр единственный в республике среди областных центров, который имеет такое количество площадок концертных и театральных. Нигде нет такого, потому что у нас два тысячных зала. У нас концерты проходят также и в Ледовом дворце, и у нас и Манеж. То есть такого количества объектов культуры нет ни в одном областном центре. Поэтому идет очень большая конкуренция. И сегодня, конечно, нужно, чтобы конкурировать, нужно как-то развиваться. Какие-то новые методы, в том числе и виртуальные. Конкуренция – это все-таки двигатель прогресса, не зря же так говорят. И вот, Ирина Васильевна, одна еще очень важная тема, которую хочу затронуть. Вот совершенно, насколько я понимаю, новый документ для Беларуси – это Кодекс о культуре. Он вступит в силу в январе, по-моему, следующего года. Вот хотелось узнать, каким образом он может повлиять на культурное пространство региона нашего. Да, действительно, у нас вступает в январе в силу Кодекса культуры. Уже неоднократно говорилось с разных трибун о том, что Кодекс о культуре Беларуси – уникальное вообще издание, которого нет на постсоветском пространстве. Вся нормативная база, которая касается культуры, она объединена в этот Кодекс. Я не могу сказать, что он каким-то образом повлияет на культурное пространство Гомельщины. Он повлияет, он нам помогает в культурном пространстве. Это первый помощник для работников культуры, для руководителей, для всех, кто связан или каким-то образом сопричастен. Потому что есть уникальная возможность открыть, взять и открыть. Не нужно искать ни в интернете, не нужно искать ни в какой-то правовой базе, нигде. Весь свод законов, который касается библиотек, музеев, любого абсолютного направления, проведения культурно-зрелищных мероприятий, всего чего, вот все, что любая мелочь, здесь можно найти ответ. Ну что ж, Ирина Васильевна, огромное вам спасибо, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Вам спасибо большое за то, что есть интерес к такой отрасли, как культура. И, пользуясь случаями, я, конечно, хочу поздравить всех коллег своих, всех работников культуры. Пожелать им крепкого здоровья, творческих успехов, процветания во всех отношениях. И, конечно, расширение географии в своем творчестве, чтобы нас знали не только в Беларуси, не только в области, но и за пределами. Конечно, семейного счастья всем, уюта, тепла и встречи на мероприятиях с нашим благодарным зрителем.